Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге пророка Иеремии и обратимся сейчас к 36 главе. 36 глава несколько отличается от предыдущих, потому что в ней в последующих главах мы чуть меньше увидим, собственно, слов Господних, собственно, пророчества, которые даются Иеремии, но зато это набор записей об исторических событиях, в которых так или иначе принимают участие пророка Иеремия и само его пророчество. Вот эти записи, скорее всего, относятся к перу пророка Варуха, ученика Иеремии, который так или иначе тоже в этом участвовал. Вот здесь происходит что-то с царями, и позиции Иеремии приводят к тому, что сам он тоже оказывается вовлеченным в те или иные исторические события. Вот об этих событиях здесь, собственно, и повествуется в 36 и последующих главах, нескольких примерно, 5-6. Начинается 36 глава с того, что Господь обращается к Иеремии и говорит ему «возьми себе книжный свиток и напиши на нем все эти слова, которые я говорил тебе». За время, прошедшее начало служения Иеремии, ну, ориентировочно примерно около 20 лет, может быть, несколько меньше. Вот за такой продолжительный период Бог повелевает записать эти слова. И, в общем, это до некоторой степени новая вещь, потому что все-таки и само содержание пророчества Иеремии, и то, как вообще существуют пророчества в пространстве веры Израиля, строго говоря, предполагает, что это слово действует непосредственно. И большого смысла его записывать, в общем, конечно, и нету. Но теперь вот что-то меняется в жизни Израиля, поэтому Бог говорит Иеремии «запиши, запиши эти пророчества». Вот, потому, скорее всего, что в этот момент никто не хочет слушать Иеремию, Иеремию, никто не в состоянии услышать Иеремию. Это тоже весьма важный нюанс, когда оказывается, что целые народы, охваченные массовым безумием, да, таким реактивным психозом, они не в состоянии услышать правду. И человек, который эту правду в своем сердце несет, он вынужден записать ее, чтобы там будущее поколение смогли все-таки и прочесть. Короче говоря, вот Господь повелевает Иеремии записать свои пророчества. Иеремия призывает Варуха, сына Нирии, для того, чтобы это было сделано, это было исполнено Божье повеление. Но обратите внимание, что все равно, как бы ни было кратко, это повествование обязательно напоминается здесь о том, что Господь видит целью любого пророчества, как устного, так и письменного. Вот в третьем стихе он говорит, «Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, которых я помышляю сделать им, чтобы они обратились, каждый от злого пути своего». Значит, мы видим, все-таки эти бедствия даются для того, чтобы люди обратились, каждый от злого пути своего. Потому что Богу несвойственно насылать бедствие ради бедствия, и в этом нет никакого смысла для него. А чтобы обратились. Теперь дальше. Когда ворух записал все то, что Иеремия ему продиктовал, по-видимому, Иеремия говорит ему, «Иди в дом Господень и прочитай написанные слова вслух народа в доме Господнем в день поста». По-видимому, эта краткая формулировка предполагает достаточно длинный ряд действий со стороны воруха. Он идет в дом Господень, он свидетельствует о том, что вот есть записанные слова пророка Иеремии, которые нужно прочитать вслух всего народа, и для этого необходимо объявить день поста. Это не просто постный день по календарю, а это пост, который специально объявляется для того, чтобы выслушать в этот день слова пророка. Ну и вот, собственно, ворух зачитывает в храме Господнем эти слова. Поэтому объявлен пост в девятом месяце, пост пред лицом Господа, и ворух читает вслух всего народа. Те пророчества, где говорится, как мы помним, о предательстве веры, о том, что иерусалимляне ходят вслед иным богам, о предательстве правды Божьей, о торжестве насилия, лжи, обмана, и, как мы дальше увидим, пропаганды в жизни Иерусалима, вот, которые ведут, в конце концов, к тому, что город отдается в руки царя Вавилонского, потому что упорно жители и цари его отказываются от исправления. Вот, собственно, о чем именно было объявлено вслух народа в тот день поста, в который ворух читает проповеди пророчества Иеремии. Это оказывается услышанным царедворцами, и некий Михей сын Гемории бежит во дворец к царю, входит в офис, где сидят какие-то там вот все князья, тут они перечисляются нам, собственно, эти имена, мало что говорят, и пересказывает им этот Михей сын Гемории, пересказывает все слова, которые он слышал, когда ворух читал свиток вслух народа. Пересказывает для князей, которые, конечно, слишком большие шишки, чтобы ходить и слушать каких-то там пророков. Тоже, надо сказать, очень характерная картина. Тогда эти князья царские, приесные, выделяют из среды себя Нарочного, некоего Ягудию сына Нафании, и посылают его к воруху, говорят ему, давай, неси сюда этот самый свиток, который ты читал вслух народа, приди и прочитай нам. И, соответственно, ворух читает вслух этим царедворцам, разнообразным князьям, начальникам, в общем, правительству, как мы теперь бы сказали. Когда они выслушали эти слова, то с ужасом посмотрели друг на друга. Конечно, с ужасом, потому что они не в состоянии изменить жизнь. Это не просто речь о том, что что-то, знаете, какая-то отдельная ошибка, неправильность, которую можно раз и исправить. Нет, речь идет о всей ткани жизни всех иерусалимлян, и царя, и князей, и народа, и, если там был средний класс, то среднего класса и так далее. Вот что тут можно исправить, когда ты не понимаешь, за что вообще взяться, с чего начать. Поэтому они с некоторым ужасом смотрят друг на друга, услышав все эти слова об отречении от веры и о торжестве обмана и насилия в социальной жизни. Ну и плюс к тому, эти вельможи еще думают, а как сказать об этом царю? И поэтому Варуху они говорят, что, ну да-да, мы, конечно, царю все непременно перескажем, но пытаются выяснить у Варуха, а есть ли копии, нет ли еще каких-нибудь экземпляров, или ты с чего-то переписывал. Вот они выясняют, каким образом. Ну, знаете, как в современных детективах кто-нибудь, там какой-нибудь шантажист передает флешку, а его, как это называется, партнер, да, по сюжету спрашивают, обычно какие-нибудь бандиты, нет ли копий и так далее. Вот, значит, они Варуха спрашивают, нет ли там у тебя где-то еще копий. Но при этом надо сказать, что они вполне в каком-то смысле адекватные люди эти, князья. Потому что, когда Варух им говорит, что нет никаких копий, вот Иеремия произносил, я чернилами записывал, тогда же не было копирки, на листе, вот вам все принес. И они говорят ему, иди и спрячься, ты и Иеремия. Они советуют ему спрятаться, потому что, с одной стороны, они не могут утаить от царя этот свиток, что, конечно, с радостью бы сделали современные царедворцы. В этом смысле, да, мы наблюдаем радикальные отличия, потому что те реальные царедворцы того времени, они все-таки идут к царю с этим свитком. Современные бы включили бы какой-нибудь телевизор, чтобы, соответственно, от него это дело скрыть. И, предполагая реакцию царя, конечно, они говорят Варуху, сбегай, скройся, ты и Иеремия. И дальше следует такая драматическая и очень известная сцена, когда они пришли к царю, принесли свиток. В это время царь сидел в зимнем доме, в холодной комнате, рядом с ним стояла жаровня, металлическая, бронзовая, это, скорее всего, да, это был свиток, в котором текст был написан столбцами, и, соответственно, когда Ягудия, царский писец, прочитывал два-три столбца, царь ножичком отрезал и бросал в огонь. Но рукописи не горят. Царь, конечно, сжег, выслушав, так, чтобы никто больше не мог прочитать, сжег и отнесся к этим всем пророчествам как к вещам, совершенно не заслуживающим внимания. Но рукописи не горят. Понимаете, слово от Бога таким способом уничтожить невозможно. Так или иначе, оно обязательно будет зафиксировано, коль скоро Бог повелел его зафиксировать. Может быть, одна из основных тем всей этой 36-й главы как раз вот это. Бог повелевает, запиши. Иеремия делает все, что необходимо, чтобы это исполнить. Ворук делает все, что необходимо, чтобы это исполнить. Царь, конечно, вот уничтожает записанное, но рукопись все равно восстанавливается. После того, как царь сжег свиток и слова, Господь говорит Иеремии, возьми себе снова другой свиток и напиши на нем все прежние слова. А царю иудейскому скажи, ты сжег этот свиток, и поэтому, говорит Господь, не будет от тебя сидящего на престоле Давидовом. Таким образом, противление словам Господним становится для царя Иоакима причиной его гибели и причиной отсутствия его наследников на престоле Давида. И вот в самом конце главы мы читаем, что Иеремия так и сделал, взял другой свиток, ворух написал на нем все эти слова и еще добавлено было много подобных им слов. Вот это по мнению некоторых исследователей могло быть письменной фиксацией довольно ранних, может быть, одних из самых ранних текстов Ветхого Завета. Вероятно, чуть раньше все же должны были возникнуть какие-то записи в школе пророка Исаии, но такого, чтобы было записано по прямому повелению Божьему, скорее всего еще не было. И вот это действительно такое своего рода зерно, с которого начинается формирование Ветхого Завета как сборника текстов.